Санкт-Петербург, Владикавказ, Краснодар, Шахты, Сухум. Всего в открытом первенстве города по легкой атлетике принимают участие около 300 человек. Соревнования открылись парадом, а затем уже разминка и непосредственно сами состязания. Мне пришлось выбирать между музыкой и спортом. Я выбрала именно спорт, потому что это атмосфера. Мне очень нравится ездить на соревнования, бегать длинные дистанции. В основном у нас упорно в общую физическую подготовку, а легкая атлетика является как сопутствующим у нас видом, дисциплиной. Мы уже неоднократно сюда и осенью, и весной приезжаем, ну для того, чтобы научиться соревноваться. Соревнования по легкой атлетике посвящены памяти сочинца, разведчика, кавалера ордена славы двух степеней Руслана Левицкого. В год начала Великой Отечественной войны он закончил третью школу в Хосте и сразу же отправился на фронт. Это тот человек, который всю свою жизнь посвятил спорту, легкой атлетике, работал тренером в детском спорте в городе Сочи. А в войну этот человек служил разведчиком. Он 25 фашистов взял в плен лично, более 100 человек в составе групп разведывательных. Поэтому мы считаем, что это соревнование очень важно для города Сочи. Всем участникам соревнований, которые проводятся на стадионе Югспорт, рассказали о Руслане Левицком. Он подготовил не одно поколение спортсменов высокого класса. Вот и 9-летний школьник из Абхазии так настроился на победу, что пробежал дистанцию за 9 секунд. Я пробежал 60 метров за 9 секунд, и мне это было легко. А равняться есть на кого и сегодня. Ученик 24-й школы Петр Глинин стремится попасть в сборную страны. Он призер первенства Южного федерального округа по легкой атлетике. Говорит, каждый раз, когда выступает на соревнованиях регионального уровня, с достоинством представляет наш Сочи. В преддверии дня города эти легкоатлетические забеги стали началом целой серии спортивных мероприятий. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.